Добрый день, дорогие читатели! 25 августа для рождения знаменитого режиссера, сценариста, народного артиста СССР Георгия Данелли. И сегодня мы с вами обратимся к его мемуарам «Постойный пьет до дна». Эту книгу Георгий Николаевич написал в 2005 году, но в руках у меня издание 2017 года. В целом, Данелли написал три мемуарных книги, которые позднее объединил в одну названную «Кошмар на цыпочках». «Постойный пьет до дна» — это вторая книга мемуар, и открывается она как раз пересказом первой, которая рассказывается о биографии режиссера, о том, как он родился в Грузии, в Белиси, но уже в годовалом возрасте переехал в Москву. Отец у него работал в метрострое, мама — вторым режиссером на Мосфильме. После школы Данелли закончил архитектурный институт, а позднее режиссерские курсы при Мосфильме и стал режиссером. Уже первый его фильм «Сережа» произвел большой фурор в сети критиков и получил несколько наград, а затем вышел в свет «Я шагаю по Москве» — знаменитый фильм хрущевской оттепели и, конечно, теплопринятый и публикой, и критиками. В книге «Достойный пьет до дна» рассказывается о создании самых знаменитых фильмов мастера — «Осенний марафон», «Афоня», «Кинзаца» и многих других. Здесь говорится также о его друзьях, о его близких и не очень знакомых, о жизни и смерти, о том, как тяжело создавать что-то новое, добиваться нужного результата, как тяжело пробиваться через цензуру, власти и так далее. Много очень размышлений, на которые стоит подумать. Оторваться просто невозможно, потому что книга построена в форме небольших историй, баек, написанных с теплым юмором, эмоционально, самокритично и с большой любовью ко всему. Одна из самых интересных историй о том, как Георгий Николаевич отправился на кинопремию «Оскар» для того, чтобы от нашей страны и Советского Союза получить награду, если такая достанется, за фильм «Дерсу Узала». Фильм был снят японским режиссером Акирой Куросавой, но вот доверили получать награду от нашей страны, так как совместно со студией «Мосфильм» снимался этот фильм именно Георгию Данели. Так он приехал в Лос-Анджелес, и буквально за несколько часов по церемонии ему сообщили, что, оказывается, нужно быть в смокинге и бабочке. Но смокинга у него не было, прокат на тот момент уже был закрыт. Осталось придумать, что делать с бабочкой. Бабочка совершенно случайно оказалась у него в ботинках, для того, что дома у него ботинки стояли как раз под галстуками, бабочками, и иногда эти бабочки падали. И вот когда уже Георгий Данели приехал в США, он обнаружил как раз такую бабочку в своем ботинке. Она была очень мятой и завязанной на узелок. Тогда Георгий Николаевич пытался разрезать этот узелок, однако передний зуб выпал. Дело в том, что буквально за несколько дней до поездки в США у него разболелся зуб, и режиссер отправился к стоматологу. Вот ему вырвал передний зуб, сказав, что очень дорого будет лечить, в случае чего зубы в США вставил временную коронку. Сказал, жевать задними зубами, а передними только улыбаться. Об этом Данели забыл, и в результате потерял этот свой зуб. Что делать? Он зажил его в карман, навязал эту тревую бабочку и показался своему другу. Он сказал, что выглядит не очень. Тогда Данели намочил бабочку и сел в лимузин. Я всунул зубы в карман и посмотрел на себя в зеркало. Без них я себе не понравился. «Георгий, поторапливайся!» — позвал меня Мамулян. «На сколько нам ехать?» Минут сорок. Высохнет, подумал я и смочил бабочку водой. В госинце нас ждал черный лимузин с советским флажком. Это мне уж совсем не понравилось. Я положил бабочку на сиденье, сел на нее. И так с красным флагом на капоте лимузина, с зубами в кармане и с мокрым задом представитель Великой Державы поехал на национальный праздник американского кино. А о том, как прошла сама церемония премии «Оскар» вы прочитаете в этой замечательной книге. Также интересно, Данели рассказывает о съемках фильма «Осенний марафон». Дело в том, что он долгое время не хотел утверждать Олега Василашвили на главную роль, но помощник режиссера Ильяна Судакова настояла на том, чтобы Данели все-таки посмотрел Василашвили. Тот еще раз глянул на актера и подумал, что тот самоуверенный, очень красивый и вряд ли подойдет на роль сомневающегося, в общем-то, отрицательного героя Бузыкина, который бегает от жены к любовнице. Однако Ильяна Судакова попросила довести Олега Валерьяновича до нужной ему остановки, и Данелия согласился. И когда он же его высадил, зеркало заднего вида увидел, как актер, сутулившись, не мог перейти дорогу, дойдет до половины и снова обратно. И тогда Данелия подумал, что, в общем-то, уже создается образ Бузыкина. И вечером на пробу поехал с совершенно другим настроением, и, конечно, Василашвили был утвержден на главную роль. Марина Ниэлла тоже очень долго не могла дойти до своих проб и получить свою роль. А почему это происходило, вы прочитайте в этой замечательной книге. Также с большой любовью Данелия пишет о своей жене Гале, о дочери Светлане, а также о своих котах и собаке. Такой создается очень теплый образ семьи. У каждого члена семьи свой характер, свои привычки. И, конечно, это очень мило, вы прочитаете об этом книге. Кстати, здесь множество редких фотографий, которые вы нигде не найдете. И рисунков самого режиссера, разных тоже, таких карикатурных, более душевных, тоже можете найти в этой книге. А завершается повествование рассказом о съемках фильма «Кинзадзад». Съемки эти были очень тяжелые, несколько лет понадобилось для того, чтобы фильм вышел. Снимали в очень тяжелых условиях, 60-градусная жара была. Конечно, было тяжело и режиссерам, и актерам. Было очень множество препятствий, декорации пропадали. Вот что об этом пишет сам режиссер. Главная декорация ракеты «Пепелас» оказалась не в небе в Даге, когда мы ее отправили, а во Владивостоке. Декорацию «Корабль в песках» разнесло ураганом. Подземный «Пепелас» кто-то сжег. В декорацию тюрьмы в день съемок въехал Лехтваген, водитель был в стельку пьян. Ракета, которая нам сделала КБ авиационного завода, при запуске взорвалась. И еще, и еще. Между прочим, Паша Лябишев был уверен, что нам пакостят инопланетяне, которых мы снимали в фильм. Они не хотят, чтобы на Земле о них знали правду. Иногда и я так думаю. Но все-таки фильм вышел и сейчас один из любимых зрителями. По душе вам советую эту замечательную книгу Георгия Танелии. Старали городской библиотеки имена Моносова и из множества других интересных мемуаров, знаменитых режиссеров и актеров. Пожалуйста, приходите, читайте. Спасибо вам большое за внимание и до новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...